Но есть еще одна очень плохая вещь, которая заставляет задуматься, а так ли все хорошо у биржи и не вводят ли они нас за нос. Говорят, что все прекрасно, посмотрите сколько у нас активов. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Посмотри на этот рынок, есть только одна монета, которая выросла за последние сутки. Это токен децентрализованного кошелька Trust Wallet. Все остальное на рынке истекает кровью. И сегодня я хочу поделиться с тобой важным событием, которое вот-вот произойдет и может ухудшить последствия коллапса FTX. Кроме этого, я хочу поделиться с тобой такими инсайдами, которые взорвут тебе мозги. Ты даже не поверишь в то, что услышишь и увидишь, но это факты. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Это очень помогает видеороликам продвигаться, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Давай наберем, как обычно, 3000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Хочу начать с FTX и закончить тем самым событием. Тебе стоит увидеть вот это видео, которое уже посмотрело полтора миллиона человек. Кит Макалоу, генеральный директор финансовой компании Capriol Investments, говорит про FTX крайне интересные инсайдерские вещи. Просто послушай. Когда ты спрашиваешь генерального директора FTX, где он заработал свои миллиарды, он не может дать убедительный ответ. Проще говоря, кто тебя финансирует, потому что, очевидно, у тебя нет таких денег. Его партнером был некий Гэри Ван. И никто не может найти этого человека, хотя он и находится в списке советников Sequoia Capital. Но даже там его фотография – это спина напротив компьютера. Мы не знаем, как он выглядит. Это тот самый Гэри Ван, который является техническим директором FTX? Якобы, якобы. Но у них есть главный специалист по регулированию FTX. Его зовут Дэн Фридберг. По гугле Дэн Фридберг и найдешь скандал с покером. Оказывается, он также был главным юрист-консультом какого-то там онлайн-казино, где игроки ставили ставки. А Дэн и команда фактически разводили их на деньги. Далее, оказывается, генеральный директор FTX постоянно помогал финансово всяким понци-схемам и разводам в криптовалюте. И на фоне всего этого Cartoon Network описал его как JP Morgan в мире криптовалюты. Да это же чушь. Ген-директор FTX не сможет объяснить ничего из мира криптовалюты, если ты сядешь напротив него и спросишь хоть что-нибудь. То есть, с самого начала эта биржа, оказывается, вела нечестную игру. Ведь если мы вернемся в 2019 год, то увидим пост генерального директора Binance. В нем он рассказывает о какой-то маленькой фьючерсной бирже, которая атаковала Binance фьючерсы. CZ объяснил, что ни одна фьючерсная позиция их клиентов не была ликвидирована в результате атаки. Пострадал только тот, кто атаковал. А все потому, что на Binance фьючерсах принципы ликвидации строятся совершенно иначе. И знаешь что? Атакующим была Alameda Research. Та самая компания, которая тесно связана с FTX, а генеральный директор обеих компаний пребывали в романтических отношениях. В 2019 году API Binance имел уязвимость. Она заключалась в том, что ты мог увидеть приватные ключи всех пользователей Binance. Вообще всех. Макс Бунен из Goldman Sachs сказал CZ закрыть эту лазейку как можно быстрее. Но некоторые ушлые пользователи оказались быстрее и забрали доступ к этой информации. 15 сентября 2019 года ты мог увидеть, что один и тот же пользователь одновременно продавал огромное количество активов и ставил ордера на покупки ниже от рыночных на 30%. Зная это, Макс Бунен из Goldman Sachs написал, что старался не работать с Alameda Research все эти годы. Теперь, по его словам, все должны это знать хотя бы как историю. Так что FTX и Alameda грешили уже в 2019 году, получая доступ к клиентским деньгам даже не на своей бирже, атакуя фьючерсные торги на Binance. Далее я хочу перейти к очень интересному видеоматериалу, даже скорее аудиозаписи. Это Венди Венк. Она является сооснователем криптовалютной биржи Huobi. Вчера она вышла в эфир и рассказала о том, что CZ, генеральный директор Binance, на самом деле знал, какими грязными делами занимались FTX и Alameda Research и к чему эти грязные дела могут привести. То есть к краху криптовалютного рынка и биткоина. Он даже пытался предупредить сама Бенкмана, директора FTX, чтобы тот перестал, но сам даже не слушал. И ты сейчас удивишься, но речь идет не только о последнем крахе рынка. Нет, речь идет о крахе рынка, который начался в ноябре прошлого года, о медвежьем рынке, который привел биткоин с 69 до 16 тысяч долларов за монету, о банкротстве многих инвестиционных фондов, включая Three Arrow Capital и Voyager и так далее. Давай послушаем. Когда Three Arrow Capital стал банкротом, самым главным человеком, который стал этому причиной, был генеральный директор FTX. Сэм – это гендиректор биржи. Биржа же – это третье лицо. Она вообще не имеет никакого отношения к деньгам своих клиентов и пользователей. То есть биржа может мониторить, строить статистику активности и так далее. Но что сделал Сэм? Он создавал контрагентов конкретных пользователей. Например, контрагента Three Arrow Capital. И самолично проводил все сделки, все фьючерсы, покупки и продажи с помощью денег Three Arrow Capital. Он высасывал из этого фонда так много денег и делал это так долго, что Three Arrow Capital обанкротился. Обо всем этом генеральный директор бинанса знал очень хорошо. Я узнал об этом от его хорошего друга. Ты понимаешь? Банкротство Three Arrow Capital, Voyager и так далее – все это результат действий FTX. Ты помнишь, к чему приводили эти банкротства? Рынок падал со страшной силой. Биткоин рухнул сначала с 69 до 40 тысяч долларов, потом с 40 до 30, и наконец с 30 до 16 тысяч долларов. Как же обанкротился Three Arrow Capital? Он торговался на FTX. Генеральный директор FTX знал, на каких ценовых отметках позиции этого фонда должны быть ликвидированы. Сэм, как управляющий биржей, доводил цены до этих отметок. Вуаля, он сделал кучу денег. А Three Arrow Capital обанкротился, а биткоин упал, а ты потерял свои деньги. Конечно же, Кайл Дэвис, соснователь Three Arrow Capital, тоже виноват в этом. Но посмотри, что он написал всего несколько часов назад. Теперь мы точно понимаем, что FTX и Alameda охотились за нашими позициями. В конце концов, они ликвидировали их все, а мы потеряли все деньги и стали крупнейшим фондом, который потерял самую большую сумму в долларах на этом падении. Теперь я хочу поговорить о том, что коллапс всех этих кредитных площадок и инвестфондов из самих FTX и Alameda – это еще не конец. Криптовалютная биржа, одна из самых крупных, Crypto.com, внезапно оказывается в очень бедственном положении. Она начинает терять самое главное – доверие своих пользователей. Я очень надеюсь, что она не повторит крах FTX. Не потому, что я люблю эту биржу, нет. А потому, что крах FTX уничтожил институциональных инвесторов, инвестфонды, финансовые компании и так далее. А крах Crypto.com может уничтожить розничных инвесторов, что может отбросить нас на годы в плане курсов на рынке и в плане доверия к криптовалютному рынку. Давай обсудим это более детально. Итак, ты помнишь, все биржи внезапно начали предоставлять доказательства владения активами. Назвали это пруф резервов. Генеральный директор биржи Crypto.com тоже не остался в стороне и опубликовал ссылку на мониторинг портфеля биржи. Он сказал, что у нас приблизительно 3 миллиарда активов и вот они. Прямо на этом сайте. Когда директор Crypto.com опубликовал этот портфель 11 ноября, он насчитывал 3 миллиарда долларов. Сейчас же мы видим цифру 2,5 миллиарда долларов. Пользователи этой биржи вывели из нее 500 миллионов долларов за 2 дня. Зачем они это делают? Теперь, когда мы имеем доступ ко всем криптоадресам Crypto.com, мы можем увидеть и истории их транзакций. И здесь уже находится что-то интересное и тревожное одновременно. Оказалось, что они отправили почти весь свой эфириум на криптобиржу Gate.io. Зачем? Зачем они отправили практически весь свой эфириум? Весь, блин, на другую криптовалютную биржу. Причем биржу, которая намного-намного меньше. Это же безумие какое-то. При этом Crypto.com всегда заявляли, что средства их клиентов хранятся только на холодных кошельках. Но оказывается, что нет. Сам генеральный директор Crypto.com поспешил оправдаться. Он сказал, что деньги были отправлены по ошибке. Также он добавил, что благодаря новым функциям и обновлениям это навряд ли повторится в будущем. Другими словами, генеральный директор Crypto.com признался, что они просто взяли и случайно отправили весь свой эфириум на другую гораздо меньшую биржу. Только вот есть проблема, это не их эфириум. Это эфириум и их клиентов. Есть вторая проблема. Они же говорили, что они хранятся на холодном хранении. Но оказалось, что нет. То есть они взяли и отправили эфиры всех своих клиентов непонятно кому и непонятно куда. Это вообще нехорошо. Совсем нехорошо. Это чревато потерей доверия. Crypto.com уже совершали безумные вещи в прошлом, но не такие безумные, как вот это. Например, они отправили одной женщине 10,5 миллионов долларов вместо 100 долларов. Женщина пошла и купила себе особняк, спорзал и кинотеатр. Спустя 7 месяцев биржа осознала свою ошибку и засудила эту женщину. Да, неприятная ситуация, но то, что они сделали с эфирами своих пользователей гораздо неприятнее. Это вообще безумие. Пользователи уже начинают выводить деньги с этой биржи. А крупные блогеры, такие как Бен Армстронг, который ведет криптовалютный канал BitBoy Crypto с полутора миллионами подписчиков, призывают свою аудиторию вообще выводить деньги с этой биржи. Говоря, что если ты не хранишь свои ключи, значит не хранишь свою криптовалюту. В этом он, кстати говоря, абсолютно прав. Но есть еще одна очень плохая вещь, которая заставляет задуматься, а так ли все хорошо у биржи и не водят ли они нас за нос. Говоря, что все прекрасно, посмотрите сколько у нас активов. Ведь Crypto.com случайно, случайно отправляет 320 тысяч монет эфириума на адрес Gate.io. А спустя неделю после этого Gate.io показывает свой пруф резервов, чтобы успокоить клиентов. После чего Gate.io отправляет 285 тысяч монет эфира обратно бирже Crypto.com. И уже после этого Crypto.com показывает свой пруф резервов своей аудитории. Не похоже ли это на то, что дела у обеих бирж, Gate.io и Crypto.com, идут совсем не так хорошо, как они хотят нам показать? Как думаешь? Напиши в комментариях. А меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok